Тут нам пришлось следовать за ботам и с кампусом следить, чтобы никто ему не навредил. И теперь у нас сдача вывести его отсюда, чтобы его... В общем, надо безопасного вывести, чтобы они повредили. Так, кадет Хедрик заявила, что на вспомогательного бота отряда неоднократно подали нам мацисты. Мацисты это клуб маяк. Нет, не стоит. Что у нас тут есть? Многоствольный пулемет. Я тоже. Так, здесь снайперская винтовка. Очень хорошо. В прошлых сериях я показывал ужасные навыки владения снайперской винтовкой, но в этой серии попробуем все исправить. Справиться, точнее. Ай-яй-яй. Хилстрик сорван. Ладно. Заточите карандаши, мы выходим. Вот, куда нам? Заточите карандаши. Ам... Ладно. Я не понял вот эту фразу, на самом деле, что значит. Если кто знает, в чем смысл, напишите в комментариях. Любопытно. Так, к нам, по идее, туда. Давайте исследуем вот эти вот комнатки. Может быть здесь, кроме огня, есть что-нибудь полезное. Ну, не полезное. Ну, не полезное. Хотя бы эти... Значки, которые мы собираем. В виде шестеренок или еще что-нибудь. Наше задание сопровождать бота, так и следите за ним! Ну, подожди ты. Да, это Академия, судя по всему. Там была аудитория. Опа, глобус. Глобус планеты Сера. Кстати, до этого, в предыдущих частях, в Ерсофор, нам ни разу не показывали, как выглядит планета. Сколько там материков, и так далее, и так далее. Сколько океанов. Но, если судить по этому глобусу, то выглядит она примерно так. Ну, ладно. Такие мелочи. Для любителей серии Герсофор. Красавчик. Вот, помоги нам с дверью. Чем дело, малыш? Там плохиши. Сейчас мы с ними разберемся. Оу. А вот они. Боту нужно ломать! Боту, нам бы кто помог. Я тут, я тут вообще, походу, хужен, да. Так, давайте найдем укрытие. Вот здесь ставим, возьмем снайперского... Да, ставим, конечно. Так, отлично, мы встали. У меня есть снайперская винтовка. Он прям у меня пробежал. Нет, это это. Ладно, похоже тут. Ох тыж. Отлично. Отлично. Никогда еще так не дрался за то, что так громко пищит. Ха. Окей. Шутку приняли. Они снова наступают. Готовьтесь. Действующий, говоришь? Уже нет. Бомб. Отлично. А вот за что ленты дают. За уничтожение от дыр, похоже. Ну ладно. Ничего у тебя шапочка-то была, а? Мужели? Ладно, оставим такое. Вот это тоже в шлеме. Нет. Это ваш шлем не спас. Да, тут нигде нет патронов. У нас снайперская винтовка. Мы сейчас не помешали. Нет, судя по всему, нет. Очень жаль. Я же теперь за вас. Теперь. А раньше. Да я тебя вижу, а ты потол... О-о-о-о. Ой-ой-ой. Так, ну-ка. Да что такое, фонтанчик, типа, был? Ну ладно. Вообще, все серии Gears of Force очень много... шестеревнок. Я не знаю, что это значит. Для чего вообще... Что значит, точнее, в культуре на этой планете, на серии. Ну, думаю, все-таки это не просто так. Конечно, часть это... Этим разработчики еще с первой части пытались подчеркнуть название игры, то есть двигателе войны. Как бы намекая, что является шестеренками этой войны, но... в стальном остается загадкой. Может быть, не загадка, может просто я не слишком... Так, что там такое? Опять дыра. Ну, а там быстро закроем сейчас. Мне безумно нравится, когда она райна, конечно, у нее такой костюмчик и формы неплохие. Давай, поднимай только уши. Почему не можем вот обстановить этого здоровяка распилить, а? Я ведь почти упор не подошел, без всяких проблем. Ну, ладно. О-о-о-о-о-о-о-о. Это было жестоко. Нормально они там летают. Ничего не знаю, здесь нет своих. Каждая сам себе. Подожди ты. Да уж, отлично. Знаю, я это уже говорил, но похоже, это последнее. Джек. Куда полетим? Ну, все вроде. Думаю, пока да. Вау. Они где-то рядом упали, нет? Нет, не видно. Ладно, давайте продолжим. Да-да-да. Статистика не столь интересна. Академия. Так, что у нас тут? Что нам предлагают расследовать? Рассекретить даже. Отряд Килл утверждает, что смог защитить бота, где в бой исключительно из пистолетов. Сражаться только пистолетами. Нет, спасибо. Я на такое не подписываюсь. Мы тебя слышим, малыш. Прикрыться, поднять щиты. Килл, защищать бота! Так, подождите. Защищать, мы нашли патроны. На снайперку у меня патронов нет. И любополевно. Боевые коробки какие-то дают. Ремонт для мультиплеера. Может быть нет, но... Неважно. Дайте мне патронов на снайперскую винтовку. А, ребята... Привет, милашка. Привет, милашка. Да, там такая рожица, что он действительно просто милашка. Тебе, похоже, общий настроительный заложник какой-то. Тихо-тихо. Ой. Подними меня, пленных он не берет. Ну уже. Спасибо. Я так и сделаю. А я что-то его не припомню, этот двор. Ну, ладно. Арбалет растяжка. Впервые такой вижу. Правда, похоже на игрушку. Арбалет растяжка. Ну, давайте возьмем. А, выстрел из этого оружия в любую поверхность ставит там ракет на ловушку. Ракет автоматически выпускается врага. Не успел дочитать, но смысл понятен. Так, ну опять-таки статистика. Она, в принципе, нам неинтересна. Давайте продолжим. Погодите-ка, а где мой арбалет? На подходе большой отряд идет площади Академии. Вижу сбитый ворон. Если слышите, они рядом с вами. Кажется, несколько десятков сорочей. Как минимум. Я не смог ничего разобрать. Вы что-нибудь поняли? Вас понял. Оружие к бою. Ну что ж, хотя бы снаряжение возьмем. Хотя бы снаряжение. Так, давайте вот здесь поставим пушки. И попытаемся забыть про вот эту линию. А на остальные будем стоять, держать ворону сами. Отрад Кила заявил, что смел отразить на месте крушения ворон атаку необычной сильной саранчи. К нападению присоединились Серапиды и Корпсеры. Нет Корпсеров, я не хочу тут видеть, поэтому... Опять-таки отказываемся от этого испытания. Здесь у нас много гранат. У меня есть снайперская винтовка. Я, правда, забрали арбалеты, так и не успел с него выстрелить, что довольно печально. Очень было интересно, как оно работает. Но ладно. Давайте начнём. Начнём волну. Ого. Смотри, как я. Не сидит всем на месте. Окей. Да я никуда не селюсь, я вообще в слегку и стреляю. Там кого-то видел. Покажи свою голову, приятель. Ну уже. Ладно. Да уйди тоже. Отлично. А вот арбалет растяжка. Ого. Понимается, прям сюда наверх. Из всякого страха. Так, ну-ка, подъём турельки. Сейчас снова пойдут кило. Держаться не пускать. Мы сами, интересно, можем повредить? Нет робота? Нет, похоже. В щитах. Отлично. Отлично. О-о-о-о. Корпсеры. Корпсеры. Или как их называли, я забыл. Этих маленьких собачек. С гранатой. В случае, они с гранатой, у них там заряд. Играет музыка. права в разборку стреляю смотрите оооооооооу вау сколько же их ладно В Source Отлично! Отлично! В Source Неожиданно! Неожиданно! Отлично! Неожиданно! Что ж, ладно, то остался. Как ты выжила? Там же гранаты прям закинули. Продолжение следует. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, что меня больше всего не радует в этой игре? Это то, что абсолютно никакого разнообразия и геймплея. В отличие от тех же первых трёх частей игр со фором. В основном тупо-тупо мясо. Ни больше, ни меньше. Ну, ребят, довольно печально. Что я ещё заметил, так-то то, что наши союзники не могут умереть. Мы его забрали. Следующая остановка, дом профессора Эллиота на Сихарс-Хиллз. Я надеялась, что ему в борьбе с личинками повезло больше, чем кадетам. Ещё я заметил то, что... Блин, да хорэ. То, что здесь нельзя... Ну, как нельзя? То есть твои союзники не умирают. Вообще не умирают. В прошлых частях они так же, как и ты, могли умереть. Ну, то есть не умереть, они могли быть ранены. Им нужна была ваша помощь. То есть надо было как-то к ним пробираться и их спасать. Здесь же они какие-то бессмертные просто. Это, опять-таки, не в плюс игре. Ну и пока... Всё остаётся та же. Я думаю, на этом мы сегодня завершим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи. И пока.